Длинные праздники в Поднебесной – это всегда бум выездного туризма. Непал стал одним из самых востребованных направлений у китайских путешественников. Сейчас в южноазиатской стране активно развивается инфраструктура. За последние годы там появились два международных аэропорта, современные отели и рестораны. А туристический сектор обеспечивает работой около 20% населения Непала. В Непале работают 250 гидов, которые свободно говорят по-китайски и много знают о культуре Поднебесной. Они готовы рассказать туристам все о нашей стране, о достопримечательностях, о том, как мы живем, о наших людях, культуре и природе. Сунита работает в туристической полиции в Катманду. Недавно девушка записалась на курсы китайского языка для того, чтобы лучше понимать гостей из Поднебесной и помогать им в решении проблем. Раньше нам было сложно из-за того, что мы не знали китайского языка. Приходилось привлекать переводчиков со стороны. Но теперь, когда мы начали учить язык, все изменится в лучшую сторону. Ковидные ограничения сильно ударили по туристической индустрии. И чтобы стимулировать отрасль, непальские власти упростили въезд для граждан Китая. Теперь можно поставить визу по прибытии в аэропорту. Для них отменены некоторые туристические сборы и увеличено время между стыковками рейсов. Местные турфирмы проводят акции и делают спецпредложения, чтобы пребывание в Непале для путешественников было максимально комфортным.